привет всем половина я думаю можно начинать зовут меня миша я тест лид тех лид менеджер команды авто тестировщиков работаю в intrapro и этот доклад называется архитектура автоматизированных тест кейсов legacy приложений еще можно назвать этот доклад неофициально как выжить команде авто тестировщиков когда они поставлены в очень затруднительные условия смотрите сначала пройдусь по проектам которые мы покрывали о проблемах которые с которым мы столкнулись потом о том что мы применили чтобы решить эти проблемы и результат после того как мы применили наш подход какой получили результат ну и потом уже вопросы проекты проекты они все написаны на джаве разве разворачиваться под linux разворачиваться на linux и и application сервер это джей босс этого блогик до данные хранятся данные хранятся как оракал кохеренсе распределенном гриде так и в базе базах данных причем база данных они этом у нас и оракал и db2 объемный вот так же присутствует в объем который мы тестировали и ищите пи запросы суб и rest так логисти приложения тоже пару пару слов то есть в компании некая инфраструктура приложений все друг друга зависит и в целом все эти приложения создают и какое-то единое целое единый целый организм которые делятся на более мелкие части вот то есть довольно сложный pipeline сложный процессинг данных очень сложные зависимости между приложениями инструмент который мы применяли он называется селиза я на нем сильно не буду заострять внимание в двух словах просто каждый квадратик это грубо говоря java метод в которой мы что-то передаем и он что-то возвращает ну и так вот с помощью такого инструмента мы строили свой флоу наших тест кейсов ранее получали какие-то результаты вот на в прошлом году у нас был старт шести человек нашей команде и под конец года нас было 11 человек то есть команда ну в принципе большая на мой моему мнению дальше договоренность была покрыт 21 проект в течение 2014 года ну так менеджмент подсчитал в принципе я не был против три тест кейса в день на человека вот то есть начали с шести закончили десятью 21 проект течение года это был наш договор ну вроде все в порядке можно начинать автоматизацию но перед перед началом уже подготовили фреймворк вот я показал лизу тул туда мы прикрутили selenium инструмент имеет java api и с помощью java используя java swing мы могли дописывать контролы все работает все прекрасно можно начинать автоматизацию так да начали мы автоматизацию это для нас был прекрасный челлендж нам было всем интересно прошло 4 месяца прошло 4 месяца и мы покрыли только три проекта 21 то есть ситуация была грустная я бы даже сказал совсем грустная мало того что грустная с точки зрения заказчик как бы не очень доволен но это еще пол беды мой менеджмент не очень доволен это тоже еще пол беды для меня самое главное это то что команда начала по чуть-чуть демотивироваться так как все таки ну я менеджер команды я больше на нее ориентирован чем на результат само собой это как бы не обговаривается вот покрыли только три проекта был такой небольшой стресс я бы даже когда я вспоминаю вот это вот эти месть вот эти времена я вспоминаю вот будто я стою и надо мной такое темное облако летают я такой хожу думаю что же делать как же так все надо решать эту проблему потому что это плохо тот менеджер который не пытается что-то сделать и так проанализировали и выделили три основных проблемы то есть дубликаты кодов дописывания кода но это мы так выделили ну вот эти две первых проблемы они не столь важны и самая большая проблема это была зависимость сейчас давайте пройдемся по проблемам с которыми мы столкнулись так дубликаты то есть большая команда автоматизаторов для меня скажем так у нас было там 21 проект мы там распределились по 23 человека на проект и параллельно автоматизировали ну для меня если больше чем один человек это уже большая команда вот что за этим следует это довольно часто встречались дубликаты кодов ну и соответственно чем больше кода тем сложнее support поддерживанию вот и пример такой сейчас я уже перешел на жалоб что более понятно чем на лизе показывать ну к примеру у нас есть search functionality и нам надо покрыть этот функционал идем по тест кейсом встречаем там тест кейс где нам надо выбрать поле юзернейм и там по каким-то разным условиям проверить что она работает ну увидел тест кейс написал метод который что-то делает и идешь дальше а например мой напарник там через какое-то время встретил еще один тест кейс где надо by city поэтому полю by city покрыть тест он долго не думая написал свой метод покрыл тест пошел дальше и так далее ну понятно что это это просто пример но это встречалось как бы довольно часто дальше дописывание есть метод и мы его использовали в каком-то тесте встречаем следующий тест видим что в принципе тот метод который мы написали можно бы применить и для другого теста но надо чуть-чуть подправить чуть-чуть там кое-что дописать дописали позже раз опять что-то чего-то не хватает что-то дописали старый функционал поломался и так далее то есть метод расширяется становится большим трудно его поддерживать потом этот метод ну и это мы выделили как проблему ну вот тоже такой простенький пример search by username то есть та же функциональность вот заполняем форму кликаем на search button получаем какой-то рейлист виде результата нашего юального и потом нам надо сгенерить cql condition cql запрос чтобы потом с базой сравнить наш результат примеру и ну и написали себе наш cql запрос потому что наш в данном тесте нам надо all of this condition проверить написали что верни к нам всех юзеров из такой базы и потом все это проверяем получаем результат все прекрасно тест заавтоматизировали проранили все работает ну потом по ходу просмотра наших тест кейсов по ходу автоматизации мы понимаем что у нас не только all of this condition у нас еще есть там условия другие например exact match start from и так далее и то есть другой человек который вашей команде ну в моем случае команда была в киеве ну не буду забегать вперед сейчас она уже и уже и в других странах как бы расширяется то есть через какое-то время кто-то взял добавил еще свои условия где-то это хорошо когда в киеве все работают и могут там пообщаться между собой когда перед вами просто код и вам срочно надо что-то за автоматизировать вы раз раз что-то там дописали в этом методе все заработало пошли дальше мы в итоге метод становится огромным и это тоже не есть хорошо вот этот две таких проблемки дубликации и дописывания ну они на самом деле наверно вы все сталкивались с этим и для вас это наверно не новое и вот что возможно для вас новое это зависимости может для кого-то новое может нет смотрите наша команда была очень сильно зависима то есть мы не шли по скраму то есть когда там вся команда это legacy приложение нам сказали вот вам 21 проект автоматизируете причем если посмотреть automation в украине и deployment в украине то есть у нас есть source smn из него там чекаутим приложение ну кому команда которая занимается deployment она разворачивает эти приложения и мы берем их тестируем но опять же мануаль мануальные кей они сша в основном 90 процентах это сша вьетнам индия среда тоже находится сша программисты сша очень далеко и они занимают у них свои таски на самом деле они там занимаются своими делами в общем вот к чему это привело то что вот мы так зависим от мануальщиков от среды от программистов потому что у нас 80 процентов всего времени уходила не на автоматизацию она выяснение каких-то деталей вот например такой пример вернемся к нашему search функционалу есть у нас тест кейс открываем с менеджмент системам а ну и предусловие то что нам тест кейсы мануать мануальные предоставлены вот открываем тест кейс мы смотрим да нам надо найти там юзернейм мы проверить функциональность по поле юзернейм и для такой-то там кондиции то есть состоит из стандартных степов вставляем сюда валидный юзернейм кликаем find выбираем all of this condition кликаем search получаем какой-то грит и мы должны убедиться что все работает ну вроде ничего ничего сложного ничего сложного так ничего сложного сели за автоматизировали то есть ну и первая строчка это мы из базы данных сначала вытягиваем какой-то входя входящую данную вытянули но потом уже за процессе ли эту данную то есть заполнили форму нажали search проверили что все хорошо но но тест кейс фейлится форма ничего не возвращает и хочу еще раз заметить что это legacy приложение то есть она уже когда-то тестировалась сейчас она в процессе какого-то сюпорта что-то дописывается что-то меняется но в принципе этот функционал мы заранее знаем что он должен работать но в нашем случае почему-то не работает ну ок пишем письмо узнаем детали оказывается входящие данные должны быть не просто select name from user а select name ну имя когда там юзер айс не админ когда юзер каунте должно быть там лос-анджелес например и он не за экспарен и но вот чтобы вытянуть вот эту информацию что мы сделали мы написали письмо прошло там какое-то два дня например нам ответили мужики так у вас там входящие данной был админ юзер поменяйте на другого какого-нибудь с другими правами ну а в процессе пока мы написали письмо мы начинаем трэбл шутить там смотреть влоги в чем же дело ну как бы чтобы не ждать зря бог добавили админа не работает пишем опять письмо то есть через какой-то там день два-три нам приходит ответ а так у вас он наверно может за из за экспарены посмотрите вот точно поменяли все равно не работает пишем им они отписываются не должно работать этого что-то там не не то ну хорошо обращаемся там начинаем парсить логи с нашей командой которая разворачивала приложение разбираться чем дело доходит до того что пишется письмо программистом программисты помогите там не работает функционал чем дело они там что-то подумали подумали потом каким-то образом мы выясняем что в одном из конфигурационных файлов где-то там прописан юзер каунте равняется лай и возвращается результат только именно для этого юзера ок аллилуйя все мы исправили запрос действительно вернулся ответ ответ grid таблиц и получили результат за и за автоматизировали тест на него ушло очень много времени очень много сил и скажем так нервов тоже что пока пока мы разобрались то есть что такое legacy приложение это ну представьте себе раритетный автомобиль в котором как бы есть какая-то документация ну она уже какая-то старая где-то не находится непонятно где тест кейсы тоже как бы приложение время от времени апдейт или что-то меняли туда-сюда и в общем с документации сложности программисты они вроде бы как и есть но они где-то тоже за океаном у которых своими на свой менеджмент которые решают свои задачи и они как бы помогают конечно же но не так быстро не так активно как это происходит при активным при активном девелопменте когда вот новый проект новый челлендж там все там бурлит крутится и все все быстро решается нашем случае этого не было ну вот это собственно утерян момент когда вот бурление процессов происходит вот значит мы для себя выделили три главных проблемы это зависимость это дописывание и дубликаты ну что 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 на что мы решили сделать мы решили применить архитектуру значит смотрите обычно автоматизация тест кейсов начинается с автоматизации ну для нас это не подходит неправильно начинаем в принципе не только для нас это и так понятно но тем не менее все равно еще раз об этом скажу начинается автоматизация с анализа тест кейсов то есть мы не должны вообще кодить ничего пока мы не просмотрели тест кейсы и не поняли что это за тест кейс и что кейсы что это за функционал пусть это будет даже не тест кейса пусть это будут требования как бы неважно что или там user story вот анализируем то есть вот к примеру нас есть опять же наш функционал и по search по search есть какой-то список тест кейсов для этого функционала не вопрос читаем значит а мы должны проверить юзернейм там для таких-то условий для таких для всяких условий сети стоит и так далее то есть мы уже заранее знаем что мы должны проверить какие у нас есть поля какие у нас есть условия и в принципе мы уже видим функционал даже желательно конечно же это все еще и прокликать чтобы разобраться полностью вот и как только мы проанализировали тест кейсы мы теперь должны подумать об ин капсуляции то есть мы знаем функционал мы знаем разные сценарии которые над этим функционалом применяются для для тестирования из вот этих двух знаний выплывает самое главное знание это мы знаем основные действия проанализировали функционал и для себя определились общие основные действия которые общие для всех тест кейсов и вот когда у нас вот это есть это означает что мы мы уже знаем что мы можем ин капсулировать вот хорошо мы выделили основные действия это уже большой шаг вперед мы уже понимаем функционал мы понимаем тест кейс и мы понимаем общие действия которые будут выполняться этими тест кейсами не спешим автоматизировать не спешим программировать мы просто эти общие действия выносим в макапы макапы болванки как еще называют в общем не существующие пустые методы например в нашем случае мы знаем что у нас два общих действия это генерация входящих данных валидных и непосредственно уже search функционал и в этом search методе мы также еще выделяем заполнение нашей формы и которая возвращает нам рейлист в виде результата и соответственно метод который сравнивает рейлист который вернулся нам из юая и который внутри этого метода нам вернет рейлист который вернется из базы данных и внутри мы сравниваем и получаем какой-то результат или же пас или же какой-то лог что там то есть базе данных того нету на юая или наоборот вот пустые методы вот это вот мы просто написали там vde она там нам подчеркнула там красненьким такого метода нету мы там right click нажали создает этот метод он где-то там создался все мы больше не замор не заморачиваемся есть макап есть макапы здесь тоже видите cql который мы должны передать сюда чтобы нам вернул входящую да но он тоже пока пустой то есть это все ненастоящее заняло не так много времени но главное что мы уже это сделали потом переходим тест кейсом у нас есть общие методы у нас есть макапы чем у нас служат тест кейсы тест кейсы служит только как передача входящих данных в наши методы которые все проверят и вернут нам результат мы для себя решили что сам тест кейс как бы верх верхний уровень самый главный верхний метод он в себе несет если несет какие-то действия несет их очень мало там буквально несколько если мы не можем это выделить как общее действие которое пригодится для остальных то есть тест кейсы но но тест кейсы хочу обратить внимание что это уже настоящие тест кейс они несут в себе настоящие входящие данные то есть которые дергают методы которых на данный момент замокаплены и вот ну и вот собственно пример тест кейса тоже search by username тест мы уже прошлись по нашим тест кейсом мы знаем что они себя представляют мы быстренько пишем наши тесты то есть дергаем сначала наш метод который генерирует входящие данные и потом проверяем что с такими данными у нас как бы проверяется функционал и набросали сразу три тест кейса вот что это значит ну видите тут я провел аналогию с тест driven development очень похоже честно говоря даже разницы сильно не вижу только там там java методы методы языков программирования а здесь уже функционал мы покрываем тестами макапами пока вот по нашим подсчетам когда мы вот так вот сделали то есть выделили основные действия спрятали их в макапы макапами их по закрывали написали настоящие тест кейсы это уже 80 процентов всей проделанной работы то есть мы уже на финишной прямой как это ни странно ну вот это как бы наш это на практике подтверждено то есть очень быстро мы сделали 80 процентов по времени если так судить временные соотношения то есть 80 процентов нашей работы уже сделано осталось совсем чуть-чуть осталось просто самое простое просто закодировать эти наши болванки их немного немного почему потому что мы за мы проанализировали функционал и мы вынесли все основные действия отдельно то есть для search функционал у нас получилось там четыре метода а тестов может быть 50 например и всего лишь четыре метода подумайте и мы залили мы после этого подменили макапы на реальный код а вот у нас был макап то есть generate data for search мак макап то есть сначала у нас сиквел был пустышкой мы его сюда передаем ну просто передаем но он как бы нам ничего не возвращает а потом просто поменяли на реальный метод а мы знаем что у нас есть юзерный у нас есть сити поля у нас есть стоит поля мы написали сиквел условия и получили наши входящие данные для всех тестов опять же это не для одного теста для всех так все написали заполнили кодом наши четыре замокапленных метода запустили тест и смотрим ревью 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 им код результатов так а вот кам в итоге что мы получили дубликатов у нас нету в принципе как они как могут быть дубликаты если мы заранее уже продумали все мы построили макапы они принципиально быть не могут их то есть еще раз хочу добавить что если у нас уже есть макапы если вы работаете не один в команде а вас пятеро там двое ну не больше больше одного то есть два три четыре пять то есть в принципе если я примусь на автоматизировать какой-то из куска тест какой-то из тека тест кейсов я уже не буду думать ага мне сейчас надо написать метод который будет делать делать то-то 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 я буду думать мне сейчас надо найти на мой макап который уже есть при автоматизации тест кейсов то есть автоматизация тест кейса в принципе сводится не в кодинг а просто в грамотное распределение основных грамотное выделение основных действий заполнение их кодом и после этого мы просто не знаю раннем тесты дубликаты а ну вот было раньше все же бою зернемся же by city search by state сейчас это у нас просто search просто мы сюда добавили дополнительный параметр но опять же этот пример я как бы просто придумал на самом деле это и так понятно что если автоматизировать search функциональность надо так делать примерно так ну опять же это творчество кто как кому как удобно ну на практике много методов которые заранее не предусмотришь как их писать много функционала которые заранее тяжело понять дописывание мы знаем функционал мы пишем методы уже заранее оптимальные с самого начала потому что мы уже изучили функционал мало того даже нас когда мы выделили основные действия и начали писать болванки а потом под эти болванки пишем тест кейсы возможно мы там что-то пропустили но при написании тест кейсов у нас это болванка чуть чуть не оптимально давайте там передумаем ее поменяем как-то раз раз поменяли это еще пока кодинга нету нету ну и вот что у нас было раньше у нас было много security запросов под каждое действие которые писались там в разные периоды времени разными людьми с разных стран сейчас у нас это что у нас а метод search который заполняет форму нашими входящими данными и потом сравнивают результат из базы данных и из юая зависимость тест кейс посмотрите да у нас самая большая проблема проблема эта зависимость мы написали тест кейс за автоматизировали запустили фейлиться посмотрели еще раз в мануальные тест кейсы вроде правильно там ну вернее они не сильно детальны и скажем так как правило ну то вроде все поняли идею поняли но почему-то не работает ну что ж мы чуть-чуть по трабл шутили поискали посмотрели по логам все ли нормально нет да ну не работает не вопрос пишем письмо мануальщикам или программистам неважно кому документируем эту эту проблему то есть свалился тест но он у нас за автоматизирован мы проблему за за документировали за такой причем за документировали вплоть до того что мы можем завести багу ну мы как бы пишем тест тест фейлиться мы завели багу какой-то steps to reproduce все ждем как только фидбэк нам возвращается от тестировщиков от программистов или там от сис админов это тоже может быть наша среда довольно сложная штука когда зависимые приложения получили фидбэк зашли в наш выделенный метод не в тест кейс в метод посмотрели а сикл запрос у нас надо исправить ну хорошо поменяли сикл запрос запустили ну вроде работает или не работает ну ок опять написали письмо но тест за автоматизировано это очень важно то есть о чем этот принципе доклад у вернее как мы решили для себя чтобы нам все-таки выиграть этот бой даже назову это так мы решили так мы если мы у нас появляется проблема мы конечно же и отра был шутим пытаемся понять в чем дело но если не понимаем быстро мы документируем отправляем письмо переходим там к следующему функционалу вот еще назвали этот подход как агрессивная автоматизация то есть это некий конвейер в нашем случае это большая бюрократическая компания там сотни этих приложений как бы вот опять же проблема с the pendants и дедлайны менеджмент вот вот так вот все вот этого тучка ну что мы сделали мы сделали просто конвейер мы вот так вот раз за автоматизировали следующий проект за автоматизировали следующий про и при этом вот такой отступ к документации по проблемам раз по ходу решения этих проблем по ходу фидбэков мы возвращаемся в проект если у нас есть время в каждом что дедлайны есть какие-то estimate и все такое но мы их не нарушаем и постепенно озеленяем наши тест кейсы то есть сначала у нас много красных потом меньше 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 смотрите за год у нас получилось мы действительно покрыли 21 проект получилось вот больше 5000 за автоматизированных тест кейсов причем из них порядка 65 7 пусть будет 65 процентов это ю иные тесты населениями чем бы прекрасно понимаете что я иные тесты это довольно сложная штука по сравнению видовое тестирование вот из них у нас треть тестов это красные тесты то есть это те которые сфейлились по каким-то проблемам для нас это баги мы их задокументировали отправили но сейчас уже наверно меньше чем 35 процентов постепенно мы озеленяем но мы постепенно озеленяем но вот моя команда молодая с нас вот как вот это вот облачко из меня тоже она просто вот так вот улетучилась смотрите я не призываю использовать вот этот подход такой агрессивный то есть за автоматизировали свалился тест по ну как бы по понятным причинам почему-то функционал не работает отправили письмо берем следующий нет так делать честно говоря нельзя но так делать нельзя когда у вас действительно вот проект бурлит когда это скрам когда у вас там коммуникации прекрасно налажены но если у вас большая команда жесткий waterfall заинтересованных лиц очень мало почему я вот кстати сказал заинтересованных лиц смотрите ситуация следующая что такое автоматизация это все знают бенефиты ускорение процесса минимальные ручные действия то есть а теперь смотрите сша индия вьетнам там сотни мануальных тестировщиков которые работают уже там некоторые семьями десятками лет и тут какая-то команда из киева за 20 25 тысяч тест кейсов покрылись за год а это я вам скажу это несколько человек не знаю десятилетия человека лет человека часов там если это все делать руками по-хорошему то есть тут даже вот происходит конфликт произошел даже конфликт в том что мануальные тестировщики с другу с других стран они боятся что мы заберем эту работу и этим тоже был такой вот очень очень медленный фидбэк и поэтому пришлось вот применять вот такие вот нестандартные подходы как не знаю агрессивная автоматизация или конвейерный подход я не знаю как это еще можно назвать вот ну надеюсь в таких ситуациях не вы не побываете но тем не менее если в будущем что-то подобное с вами или с вашей командой произойдет смело используйте вот такой вот хитрый ход и все будет хорошо людей которые под заполняли людей которые это с кейсом у вас команда было 6 человек каждый из них участвовал каждом процессе или отдельно был человечек на архитектуру там два человека в этом участвовали все то есть и я как бы я не сторонник выделять вот к ну чтобы один человек занимался только этим ты только этим только этим проектов было много то есть просто в некоторых случаях одному более интеллектуально попадалось но в следующем проект второму более интеллектуальной задачи попадались то есть тут же важно чтобы команда чтобы команда работала хорошо надо чтобы всем было интересно а для этого надо всех мотивировать и чтобы каждый по очереди проявлял себя и старался делать разные действия спасибо за интересный доклад за интересный подход то что вы за год решили такие проблемы это очень здорово у меня возник вопрос почему у вас узнали о том что у вас проблема только через четыре месяца через одну треть срока в общем-то нет но узнали мы в принципе не не через четыре месяца просто через четыре месяца мы решили подвести черту и все-таки более глубоко это все проанализировать причем вы же понимаете что такие подходы они не вырабатываются вот так вот сели ну это все это очень условно понимаете любая любая архитектурная идея любой подход он не генерируется вот так вот раз и появилась это все происходит естественным отбором просто вот после четырех месяцев мы вышли вот на вот этот вот подход то есть это на самом деле это совокупно интегральная сумма вот идей которые были когда мы начали сталкиваться с плохим с плохой коммуникации и в итоге она вылилась вот в такой вот это как эволюция это вы эволюционно мы вышли вот где-то вот после четвертого месяца когда уже все стоп и потом вот скажите тогда через сколько времени стало понятно что нужно что-то менять ну мне кажется я ответил на ваш вопрос прошлый раз вот использовали бы разработки кода review ну мы сильно использовали спасибо подскажите пожалуйста еще такой вопрос как вы запускали эти тесты это понимает там большая часть например сначала было красной постепенно не заменялись смотрите в принципе когда мы заранее знаем что тесты красным и их даже и не ранили мы просто знали мы для себя выработали как бы шаблон по какому мы будем как бы озеленять этот тест красный мы в принципе и не запускали вот этот вот но мы изначально распределяли смотрите в команде мы распределили функционал под доменным каким-то по доменным областям и потом к ну я беру например этот функционал я беру этот и вот так вот каждый свой функционал просто делал шаблоны в принципе ну это идеальный случай по-хорошему эти болванки даже сразу же иногда и заполнялись кодом когда все работает все хорошо вот такой подход мы применяли только для сложных случаев когда вот действительно вот что-то не работает что-то не так и как бы сложно разобраться то есть опять же это просто вот знаете просто борьба за жизнь вы идея была как зарелизить автоматизацию срок и максимально вот покрыть тестами то есть мы не останавливались на какой-то проблеме вот и все это был шутим разбираемся неделя прошла ничего не за автоматизировал потому что не работает мы просто нерабочий функционал мы за когда мы заранее уже разобрались в приложении не раб по-хорошему мы нерабочий функционал выносим в отдельные методы и не только вообще все функционалы основные действия и потом как только получается фидбэк мы заполняем но при этом у нас наша работа выполнена по-хорошему заказчик в принципе это была команда мануальчиков скажем так ну вот если вот по департаментом то есть они должны это все использовать ну сейчас по чуть-чуть они все-таки переходят вот уже где-то процентов 15 проектов они уже начинают использовать в их циклах тестирования но мы поддерживаем это тоже спасибо смотрите вот у нас заказчик это команда тестировщиков на то в той компании где я работаю там очень много департаментов и каждый департамент он в себе несет в него у него есть команда тестировщиков все все тесты вместе мы не раним мы им просто ну самое да ну самое больше это это 900 чем-то тест кейсов это был это был максимальный проект в среднем там было где-то по 300 до 350 но если там вы если вы спросите сколько времени ранился проект там где 900 тест кейсов недолго потому что это был не яйный проект это были веб-сервисы но и был проект там где где-то 700 тест кейсов там действительно там было много 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 юанных тест кейсов порядка 90 процентов ну мы развернули это стандарт selenium grid параллельно 10 нодов которые постоянно ранились сколько это занимало времени ну ты не бы соврать но долго часов 12 наверно честно говоря так очень приблизительно вы наверняка использовали систему контроля версии были ли конфликты одновременно один метод допустим изменяли на человек затем комитили если были как вы решали ну сколько много было таких конфликтов может быть разделение логическое позволяла решать вы знаете смотрите когда у нас вот начале 2014 года команда была но очень новая вот я только вот собрал эту команду 6 человек когда мы еще не сработались действительно были конфликты вот если кто-то что-то за комитил кто-то что-то стянул у него там дополнительные вот эти символы появляются код падает это было вначале но потом вы знаете со временем когда команда срабатывается уже уже все все работает как часы все прекрасно знают как правильно комитить как правильно стягивать и как бы ну причем я вам скажу мы мы там еще применили еще одни хитрые вещи там где в принципе количество кода очень сильно минимизировалась это другая другая история в принципе даже кодировать вам не надо было сильно много там многое заключалось самое сложное в автоматизации еще расскажу это не это не кодирование это самое простое в автоматизации самое сложное это создать оптимальный flow ваших действий вот это самое сложное то есть за автоматизировать ну на самом деле применять разные паттерны там page object и так далее это все классно это все правильно но это самое как бы сам ну как для меня это самое простое самое сложное то понять функционал и правильно выполнять вот эти действия чтобы проверить то или иной тот или иной функционал у вас проекты уже готовый а если проект в разработке и там каждый спин там через пару спринтов опять меняется функциональность то есть макапы нельзя сделать потому что функциональность поменяется тест устарел я в таком случае я я не рекомендую применять такую вещь а как избежать дубликатов кода и а я думал агрессивную автоматизацию не не все правильно про дубликаты кода не ну там все очень просто смотрите меняется понятие с точки зрения автоматизации ну функционал в принципе не должен меняться понятно бывает там change request какой-то где что-то там должен поменяться но дизайн странички там еще что-то там панельки меняются да ну ну это уже меняется как бы вид view меняется но когда вы общие действия вынесли общие действия вынесли в отдельные методы то есть вам про апдейтить вот этот вот эти изменения занимают ну минимум времени когда у вас нету дубликатов если вы заранее уже знаете если я правильно понял ваш вопрос если вы заранее знаете функционал вы заранее вынесли основные действия в отдельные методы насколько это процентом можно знать на нас тур нет потому что кастомер постоянно хочет чего-то там не ну это все правильно ну я же рассказываю про идеальный случай конечно же бывают сложности трудности но чем чем больше вы имеете информацию об этом функционале тем больше вероятность что вы вынесите общие действия в отдельные методы и в будущем вы минимизируете время на поддержку этого кода в случае изменений спасибо никого было очень интересно два маленьких вопроса насколько я понял основная проблема и потеря времени было автоматизации тест кейсов которые были не приспособлены для автоматизации там не было каких-то условий и фактически эти сценарии были написаны мануальщиками для своих целей как вы боретесь с этой проблемой и ушла ли она у вас сейчас и 2 буквально маленький вопрос сталкивались ли вы с legacy кодом который не был покрыт тест кейсами насколько я понял с презентации у вас как бы ваш функционал в какой-то мере был покрыт тестовыми сценариями были ли такие случаи когда нет ни документации нет ничего вам надо что-то автоматизировать смотрите давайте сразу на 2 вопрос отвечу его запомнил смотрите по поводу случаев когда какой-то функционал не покрыт мануальными тестами и скажем так у нас были случаи когда мануальный тест он в одну строчку и написано проверьте чтобы все было хорошо вот с этим куском функционала и все ну как бы я прекрасно понимаю что когда эти регрессионные тесты делают где-то там им уже программисты сгенерили там правильный объект ну например там для find value входящие данные его процессе там 10 лет этот объект для find а потому что базу они тоже не меняют они и но нет у них такого continuous integration когда все и у них все работает она же автоматизация нельзя хардкод использовать но принципиально мы себя уважаем поэтому мы не используем хардкод нам надо генерить это все динамический и когда он так о чем я да так вот когда у нас тест в одну строчку проверьте этот функционал как-то что мы делаем мы раз он написал как-то проверьте этот функционал то мы как-то его и за автоматизируем мы его как-то за автоматизировали завели багу чуваки у вас не работает функционал steps to reproduce и берем следующий тест отправляем им письмо то есть вот у нас руки чистые как бы ничего накрала как бы мы мы честно сделали свою работу мы за автоматизировали этот функционал причем в чем фишка после вот того как мы вот их так вот начали извините колбасить вот именно вот этими нашими запросами вот так вот тыкать их в тесты мануальные и при этом high level management видит что мы делаем свою работу графики там оба покрытия там 80 процентов всего все за голову хватается это же можно теперь все это ранить да и и что мы да да раним обязательно все запускаем сверилась они такие что такое почему сверилась ну как это почему это бага какая бога это же legacy приложение ну как это какая вот steps to reproduce мы письмо отправили вот вам инцидент там бак трекинговой системе и мануальщики такие не они не это 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 не блага они просто неправильно поняли наш тест кейс я говорю чуваки так напишите тогда нормально этот тест кейс и что получается после вот этого нашего вот этого прессинга то есть раньше они нас прессовали сейчас мы их прессуем после нашего прессинга открывать открывается вот этот тест кейс так смотришь на как на картину на него степ номер один степ номер два классно они правда эти ли мы про апдейтили наш автоматизированный тест кейс все счастливы самом деле на качество это очень сильно влияет потому что хорошо это может быть бага не против функционала это может быть бага против документации на тоже бага еще одна очень стандартная проблема извините а первый вопрос какой был здесь автоматически напрашивается вопрос вот вы сказали были ручные тест кейсы описаны где-то там как вы определяли что из него или отмечали как-то что из него автоматизировано что нужно еще покрыть ну смотрите мы делали так у нас был договор что мы покрываем минимум 80 процентов функционала то есть мы анализировали тесты вот этот тест очень неудобно для автоматизации мы его покрывать в принципе не хотим и не будем потому что у нас есть разрешение только 80 процентов мы этим воспользовались но но мы этим у нас нет такого что все все проекты покрыты ровно 80 процентов и одна десятая нет там есть проекта там 94 процента 99 это были разные системы то есть допустим там где-то в системе в экселе отмечали что покрыто там где прогонялись автотесты это зажило своей жизнью либо это нет 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 у нас мы интегрируем у нас тест-менеджмент тест-трекинг-менеджмент система называется спирать им ну очень похоже не знаю на тест линк наверно там есть свой особ api и мы интегрировали наши тесты через дженкинс через ант мы их раним у нас уже время на нет через через дженкинс через ант мы это все прогоняем результаты записываются ворокол базу данных и нашим специальным скриптом из базы данных вытягиваем результаты через соап запрос многопоточными данными чтобы было быстрее запихиваем их тест-трекинг-менеджмент систем и то есть ведь даже весь менеджмент видит что вот результат правда много красного но извините это не наш спасибо